что происходит судебной системе казахстана на день сегодняшний 25 августа 2024 года со стороны отдельных граждан и групп граждан мы видим обращение государственным органам и президента республики тухаеву с просьбой создать комиссию по пересмотру судебных актов конечно когда слышишь такие слова у меня как у правоведа возникают вопросы объяснюсь во первых это голос людей которые недовольны процессом отправления правосудия процессом работы квалифицированных юристов в мантиях судей конечно если есть тяжести стороны то это естественно кто-то обязательно недоволен однако насораживает здесь такой аспект то что эти лица даже не имеют возможности достучаться до суда пример существует предбанник верховного суда в уголовном и административном процессах он был снят недавно появился термин сплошная кассация и это было подано как милость суда единственного в озабоченного ростом нагрузки на суд дескать в республике судиться дешево а вот там на проклятом западе обращение суд это дорого поэтому создадим для вас всякие цензы стоит делая меньше стальтихта мрп то о правосудии верховом суде и не мечтай или если ты физ лицо то не маги только юридическое лицо положение конституции уравнение субъектов права собственности судей почему-то забывают они же игнорируют положение статьи 14 конституции о том что все равны перед законом и судом пункт 2 этой же статьи говорит никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения социального должностного и имущественного положения пола расы национальности языка отношения к религии убеждений место жительства или по любым иным обстоятельствам суд как правоприменитель и творец действующего права не понимает и вот какое-то лицо это либо человек в мантии а может клерк в постели предварительно рассматривает вашу просьбу пересмотреть судебный акт в кассоном порядке кто вот этот неизвестный субъект решает соизволит ли судьям прочесть вашу жалобу стоит ли внимание ваша жалоба драгоценного внимания судей верховного суда живущего на наши с вами деньги это что самые вкусные в кавычках гражданские дела без сплошной касации не настораживает никого правила игры приняты всеми но не мной тулиевым азаматом кандидатами юридических наук phd главным редактором азамат тв руководителем института верховного права и журналистами первого правого телеканала азамат тв при этом судебная ветвь единой государственной власти которая по самой своей сути должна быть наиболее дружелюбной к субъектам права не видит эту порочную практику неужели все дело в деньгах на носу сентябрьская 2024 года послание главы государства народу казахстана по мне это должно быть первым пунктом выступления президента тухаева ситуация судах не говоря уже о том что давно было пора созывать совет безопасности по ситуации в судебной ветви государства ведь даже формально львиная доля обращение к президенту республике казахстан его администрации именно жалобы на судебные акты здесь я как правовед кандидат юридических наук phd впадаю в ступор формально судья независимый подчиняется только закону но над судебной ветви власти как и над двумя другими нависает фигура президента поэтому и юридически нельзя говорить о независимости судьи поэтому обращение к президенту в его администрацию законный однако функционала у президента и администрации президента такого нет нелогично ли в этой связи призывы граждан создавать комиссию по пересмотру судебных актов ведь граждане видят ситуацию они как разумные существа даже не будучи правоведами понимают что такое несправедливое решение или приговор поэтому они и могут и должны судить о праве поэтому они обращаются для восстановления справедливости я бы понял если бы ни один казахстанский судья не был осужден за коррупцию за вынесение неправосуденных судебных актов если бы он жил на свою неплохую по казахстанским меркам заработную плату они в особняке за миллионы долларов не был задержан на месте преступления при получении взятки или если бы при наличии единожного такого факта председатель верховного суда республики или председатель высшего судебного совета республики хотя бы формально подали в отставку но мы же все видим мы видим что люди судейских мантиях ведут торговлю судейской должностью и это подтверждается самим государством состоявшимися судебными актами люди же не слепые уважаемый господин президент как правовед я бы хотел обратить внимание у нас есть по крайней мере правовые основания чтобы рассмотреть этот вопрос о создании комиссии по пересмотру судебных актов под вашей эгидой возьмем фактическую сторону вопроса мы же видим что после января 2022 года задвигались дела которые до этого не люблю лозунгов при старом казахстане не то что не двигались а незаконно прекращались они же сейчас обрели вторую жизнь эти дела тормозились при режиме ильбаса соответственно мы не можем не зафиксировать что при старом казахстане защита прав не осуществлялась или осуществлялась не должным образом кто конкретно и как тормозил тема отдельного большого разговора не сегодняшним до него доберемся и здесь как правовед я бы хотел увидеть роль именно верховного суда республика как правотворца творителя действующего права в его нормативных постановлениях я говорю лишь о верховном суде республики что он может по функционалу и по действующему праву и должен по закону оказать влияние на эту ситуацию кроме того что он обязан это делать принять нормативное постановление верховного суда в котором указать что его волнует проблему осуществления правосудия несмотря на то что правонарушение в старом казахстане не находили должную оценку в условиях не самостоятельности и неразвитости законодательной ветви власти превалирование исполнительной ветви власти в процессе правотворчества вернее нормотворчества без зубости судов в отношении неприкасаемости некоторых лиц близких к ельбасы назарбаеву это не заметить сложно и наверное невозможно пока мы являемся свидетелями произвольности и хаотичности процесса привлечения к ответственности соответственно смеем предложить некоторые мысли по поводу обоснования целесообразности и необходимости принятия мер по изменению подходов к установлению и восстановлению сроков реагирования на правонарушение что будет непосредственно влиять на защиту права субъектов восстановление социальной справедливости и соответственно настройки всего аппарата государства при этом необходимо обратиться к вопросу основания установления сроков защиты права они существуют это пункт 2 статьи 12 конституции республики права и свободы человека принадлежат каждому от рождения признаются абсолютными и неотчуждаемыми определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов сейчас необходимо установить или басизм как факт и правовое юридическое состояние повлиявшим и до сих пор влияющим на права или как говорим мы юристы правосубъектность субъектов права казахстана правовой статус ельбаса отражающий узурпацию государственной власти и злоупотребление ею в республике этим субъектом повлек к изменению прав правосубъектности и правоспособности всех иных лиц в сторону ограничений и умаления прав и свобод это и направленность целеполагание ветвей государственной власти это и неправомерное но законное воздействие на гражданское общество в целом и на конкретных субъектов права выражающиеся в невозможности осуществления и защиты прав судебном порядке и это может быть осуществлено и верховным судом республики путем принятия нормативного постановления верховного суда посвященному восстановлению прав несмотря на истечение процессуальных сроков для реализации субъективного права на защиту кстати то что в суде действует предбанник это и нарушение действующего права уклонение от осуществления правосудия этому также нужно дать правовую оценку при этом прошу не забывать феномен жампозова человека который не найдя справедливости не в правоохранительной сфере не в суде взялся за оружие охотничье ружье это было в одном из регионов казахстана ранил нескольких насколько я помню в лиц селе которых был и прокурор а потом покончил жизнь самоубийство эту историю заболтали стерли но я как правовед который занимается защитой права и человек имеющий отношение к науке мы следим за барометром общественного настроения вывод если не будет осуществлена защита права то я прошу обратить внимание на то что у народа есть право на восстание посмотрите на ссылку и вот то что уже требует внимание всего государственного аппарата не только верховного суда республики каковы же необходимые механизмы преодоления ельбасизма в части реализации субъективного права на защиту ввиду отказа руководство страны от полного разрыва с режимом ельбасы нежелание на данном этапе развития общества дать правовую оценку действиям и деятельности должностных лиц до событий января 2022 года создание лишь благостной картинки казахстана путем возврата части активов имущества о которых извещается общественность необходимо воспользоваться правовыми возможностями имеющимися в законодательстве республики который позволит демонтировать авторитарный по сути политико-правовой режим путем отмены норм законодательства в целях реализации конституционных положений о том что республика казахстан утверждает себя демократическим светским правовым и социальным государством высшими ценностями которые являются человек его жизнь права и свободы это статья 1 конституции право основа для этого имеется как я уже говорил это пункт 2 статьи 12 конституции республики это ведь и провозглашается президентом токаев необходимо принятие комплекса нормативных правовых актов закрепляющих переход государственной власти к демократическому светскому правовому и социальному государству я имею ввиду законополитической реформе в котором необходимо закрепить понятие узурпации и злоупотребление властью и механизм преодоления ее последствий очевидно что это в интересах самих субъектов осуществлявшим деятельность при режиме ельбаса позволит освободить их от ответственности за деяния совершенные ими по исполнению указаний ельбаса следующий закон об амнистии которым определить условия и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказаний если в деянии субъектов не будут установлены составы иных уголовных правонарушений закон о люстрации лиц причастных к узурпации злоупотребления властью достижение экономической стабильности страны аналога грузинского акта экономической свободы необходимо планомерная работа по устранению нарушения в правотворчестве отменен неправовых законов и иных правовых актов препятствующих поступательному правовому развитию первую очередь восстановить процессуальные сроки основание нарушение прав и нарушение пункта 2 статьи 12 конституции республики механизм например изменить редакцию пункта 6 статьи 438 гражданского процессуального кодекса республики в части дополнения под пунктом следующего содержания это потом 1 необходимо дополнить словосочетанием нарушает конституцию республики в части ее прямого действия на всей территории республики и далее по тексту конечно же необходимо думать и о разработке и принятии новой конституции республики закрепляющих анонсированную президентом стороны второй республики по факту 3 принимая во внимание наличие в истории государственности алла шурда ждем ваших комментариев мнений давайте вместе обсуждать и действовать во благо нашей родины республики казахстан спасибо за внимание